Продолжение следует... 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 с наибольшими рисками тяжелых осложнений. И как ни парадоксально, хотя если мы задумаемся сейчас, я думаю, что мы все придем к одному и тому же выводу, самое опасное лечение оказалось не химиотерапия, а иммунотерапия и хирургия. Вот так получилось распределение. Фактически риски тяжелых осложнений при иммунотерапии достигали 70%, и, соответственно, всего 20% это те пациенты, которые подвергались химиотерапии. Разница колоссальная. Опять же, что тут может быть не так? Но прежде всего то, что, как мы с вами, наверное, все в нашей клинической практике знаем, иммунотерапия зачастую это часто последняя линия лечения, то есть тогда, когда что-то другое не сработало. Ну и, конечно, иммунотерапия прежде всего в этой ситуации мог быть тот же самый рак легкого, поскольку 21% это те пациенты, которые именно такую форму нозологическую имели. Соответственно, это высокие риски неприятностей по определению, ну и, собственно, ковид, возможно, действительно в этой ситуации играет принципиальную роль. Однако, если мы посмотрим на еще один подгрупповой анализ в этом же исследовании и обратим внимание, что была попытка разделить пациента метастатически и неметастатически, вот тут, на самом деле, наверное, ответ на вопрос, что действительно принципиальное значение имеет все-таки не столько ковид, сколько само заболевание, потому что риск смерти у пациентов с неметастатическими формами при ковид оказался даже меньше, чем в подгруппе пациентов без опухолевого процесса. А вот пациенты с метастическими формами фактически имели 30% вероятность погибнуть при ковид. Опять же, конечно, было бы хорошо иметь четкую дифференцировку внутри этой подгруппы пациентов, которые не болели ковидом и посмотреть их летальность. Однако, к сожалению, этих данных на сегодняшний момент у нас просто не существует. Также стоит отметить, что если мы посмотрим с вами на различия критических осложнений, попадение в реанимацию, попадение необходимости в инвазивной вентиляции, то также пациенты с метастической формой имели фактически двух-трехкратные высокие риски этих неприятностей. И что также важно, если мы посмотрим с вами на кривые, которые со временем меняются, и какие риски мы имеем у пациентов с неметастатическими формами, и пациентов с неонкологическими заболеваниями, то опять же мы видим, что все-таки есть небольшое увеличение риска в практически 20% в сравнении с неметастическими формами и просто пациентов без опухолевого процесса. Поэтому, конечно, какая-то роль все-таки рака тоже в этой ситуации есть. С моей точки зрения, самое интересное исследование, которое доступно на сегодняшний момент, это крупное исследование британское. У них есть специальный проект, который отслеживал пациентов, заболевших коронавирусом. В общем, вошло фактически 800 пациентов с солидными опухолями и одновременно с диагнозом COVID. И мы можем с вами видеть, что все-таки количество тяжелых осложнений, оно выше, чем в общей популяции. Тяжелые осложнения встречались у 23% пациентов с COVID и опухолевым процессом, и критические осложнения у 22%. То есть в сумме это практически половина всех пациентов, которые потребовали госпитализации и были в достаточно тяжелом состоянии. Опять же, здесь есть свои ограничения в этом исследовании, потому что всего 35% получали лекарственное лечение, 65% получали какой-то другой вариант терапии. И опять же, летальность выше, чем в популяции в среднем от COVID. Мы видим здесь порядка 30% умерших. Однако сказать, что именно причиной здесь играл COVID или это были осложнения самого опухолевого процесса лечения, конечно, пока нельзя. Что интересно, что попытались коллеги проанализировать, как влияет способ лечения на риски осложнения летальность. И в подгрупповом анализе посмотрели, чем отличаются химиотерапия от лучевой терапии от иммунотерапии от таргетной терапии от гормонной терапии. К сожалению, ни один из этих показателей не достиг значимой достоверности. Однако, вы можете видеть, что все-таки есть тенденция к увеличению рисков осложнений у пациентов, получающих химиотерапию, хотя и статистически недостоверные. Если мы посмотрим на группу иммунотерапии, которая, как вы помните, в китайском исследовании имела самый большой риск осложнений, то здесь в этом исследовании оказалось, что это не так. И фактически иммунотерапия никаких недостатков в сравнении с другими от лечениями в этой ситуации не имела. Летальность была даже меньше, чем в группе химиотерапии. Если мы обобщим на сегодняшний момент те рекомендации, которые существуют в плане выделения пациентов высоким риском, то в онкологии, собственно, практически все, и ЭСМА, и РУСКА, и АСКА, говорят нам о том, что это пациенты с сопутствующей патологией, декомпенсацией сопутствующей патологии, пациенты с опухолями легкого, возраст 65 лет, и, возможно, иммунотерапия. Но, опять же, это, к сожалению, достаточно пока не доказанная история, хотя некоторые исследования об этом нам вот только что рассказали. Собственно, что нам делать? Как нам вести себя с этими пациентами? Какие есть в настоящий момент рекомендации, как нам минимизировать риски осложнений у наших пациентов? Никаких рандомизированных клинических исследований по этому поводу нет, и все, что мы имеем, мы имеем рекомендации международных организаций, таких как РУСКА, АСКА и ЭСМА. Они все нам говорят приблизительно об одном и том же. Прежде всего о том, что мы должны максимально беречь наших пациентов и выбирать те режимы, которые сопряжены с наименьшим количеством осложнений. Прежде всего, если у нас есть выбор режимов дуплетов вместо триплетов, таких как, например, Фолфокс вместо Фолфоксири, то это хороший выбор в нашей ситуации. По возможности предпочитается избегать тех препаратов, которые обладают принципиальной пульмональной токсичностью. Это схема, содержащая блеомицин, схема, содержащая МТОР-ингибиторы, поскольку мы знаем, что большинство пациентов, которые погибли от COVID, имели прежде всего проблемы с поражением легких интерстициальным, а блеомицин, МТОР-ингибиторы – это те препараты, которые сами по себе способны вызывать такое поражение. Если есть возможность заменить на операльные схемы лечения, то это тоже хороший выбор, например, заменить 5-фтороцилкапицитабином, поскольку такой подход позволит избежать лишнего прихода в стационар и таким образом уменьшить риски инфицирования наших пациентов. Предпочтение больших интервалов, например, когда у нас есть еженедельные введения раз в две недели, раз в три недели, то в этой ситуации целесообразно подумать о том, чтобы перевести пациента на более длительные циклы, поскольку по большому счету в этой ситуации мы, опять же, уменьшаем риски контакта наших пациентов с возможными COVID-инфицированными людьми, таким образом уменьшаем риски осложнений также. Телемедицина – то, что мы с вами сейчас делаем, то, что постоянно, наверное, теперь останется уже с нами, это то, что позволяет также избежать лишнего контакта с пациентом по возможности, при этом сохраняя контроль над ситуацией и помогая корректировать какие-то проблемы, которые возникают. На самом деле 95% проблем, которые случаются с пациентом, гипотетически можно попытаться решить в домашних условиях, просто проведя телеконсультацию. Естественно, по возможности рекомендуется сокращение посещений клиники для обследования, например, не выполнять те плановые анализы, которые мы обычно планируем сделать у наших пациентов, например, отслеживание нейтропению. Если мы знаем, что пациент у нас каждый цикл не получает каких-то значимых осложнений, в этой ситуации возможно целесообразно не сдавать плановые анализы, таким образом уменьшив, опять же, вероятность заражения. Большинство клинических рекомендаций рекомендуют использовать профилактическое введение колонии стимулирующих факторов при схемах химиотерапии, которые имеют 20% риски развития нейтропении четвертой степени. И, опять же, большинство наших рекомендаций сейчас говорит о том, что мы должны это пересмотреть и использовать чаще колонии стимулирующие факторы, например, для тех случаев, когда химиотерапия имеет только 10% риски. Более того, во всех рекомендациях фигурирует призыв использовать гелированные формы колонии стимулирующих факторов, поскольку фактически одна инъекция такого препарата позволяет нам на три недели забыть про необходимость повторных введений колонии стимулирующих факторов, таким образом, опять же, уменьшая риски, как не только нетерпении, но еще и контакта с потенциально заболевшими индивидами. В целом, мы можем сказать, что для того, чтобы разобраться, какие пациенты у нас требуют незамедлительного лечения, какие могут немножко подождать, рекомендуется выделять три большие группы пациентов. Группы высокого приоритета, среднего и низкого. Кто это такие? Высокий приоритет – это те пациенты, которые нуждаются в немедленном начале лекарственного лечения онкологического заболевания или продолжении лекарственного лечения, которое уже было раньше и начато. Прежде всего, это потенциально резектабельная форма заболевания, когда мы понимаем, что если мы подождем, то пациент уже никогда не будет резектабельным, и такие пациенты перестанут иметь шанс на полное выздоровление. И это потенциально нестабильные пациенты, которые либо имеют какие-то осложнения уже от опухолевого процесса, либо пациенты, у которых есть осложнения послеоперационные, симптоматический асцит, желтуха, признаки кишечной непроходимости – это все те пациенты, которые требуют незамедлительной экологической помощи, и они должны в первую очередь быть госпитализированы. Средний приоритет – это те пациенты, у которых мы можем безопасно отложить начало терапии. Это прежде всего уже обследованы известные пациенты с умеренными или незначительными симптомами, с признаками медленного прогрессирования, когда мы понимаем, что если мы подождем несколько недель или месяцев, то ничего страшного не будет. Это пациенты под динамическим наблюдением, высоким риском прогрессирования. Например, когда пациент получил радикальное лечение в связи с опухолью желудка или раком кишки, мы планируем адювантную терапию, мы знаем с вами, что мы можем смело подождать месяц или полтора месяца. Это не повлияет существенно на отдаленные перспективы, больше ждать нельзя, но это время у нас есть. Если мы понимаем, что мы можем выждать это время для того, чтобы уменьшить риск инфицирования, то это вполне хороший выбор. Ну и пациенты низкого приоритета – это те пациенты, у которых мы смело можем отменить визиты в ближайшие 2-3 месяца или провести их удаленно. Прежде всего, это те пациенты, которые не имеют конкретно выраженных симптомов и получают терапию дома, например, гормонотерапии при раке молочной железы или таргетные препараты, которые не требуют постоянного наблюдения. Это пациенты, которые получают ингибиторы костной резонции вне экстренной необходимости, вне гиперкальциемии. Мы с вами знаем, что у нас есть огромное количество исследований, которые нам говорят о том, что если мы вводим зарядроновую кислоту или деносумаб в течение года, то дальше мы можем смело вводить не ежемесячно, а раз в 3 месяца или даже раз в полгода, не теряя эффективности лечения в этой ситуации. Поэтому если у пациента нет каких-то высоких рисков костных осложнений и нет гиперкальциемии, то вполне можно брать больше интервалы для этих групп пациентов. Это послеоперационные пациенты вне осложнений, когда запас времени у нас очень большой. Фактически эти пациенты не требуют какого-либо активного динамического наблюдения. Они не требуют экстренного начала лечения. Такие пациенты смело могут полтора-два месяца находиться дома и просто по необходимости с нами созваниваться или через телеконсультацию получать информацию. И это пациенты, которые получают плановое наблюдение после радикального лечения. Здесь, собственно говоря, вообще не требуется экстренной помощи. Мы с вами знаем, что есть наши нормы, которые предполагают, что мы должны обследовать пациентов каждые 3-6 месяцев. Однако в наших условиях мы смело можем брать максимальный интервал, не рискуя ничем, поскольку риски заболеть и получить какие-то осложнения в этой ситуации перевешивать те потенциальную пользу, которые мы можем получить при обследовании после радикального лечения вне плановых пациентов. Собственно, что еще очень важно, что если мы посмотрим на весь объем данных, который в настоящий момент у нас есть, мы с вами можем сказать, что у нас нет никаких абсолютных противопоказаний для проведения лекарственного противопухолевого лечения. В сущности, все, что нам нужно с вами сделать, это выбирать те режимы, которые наиболее безопасны, наиболее щадящие с точки зрения побочных эффектов. Это те режимы, которые имеют наибольший запас времени между циклами, для того, чтобы пациент как можно большее время находился вне клиники. И не иммунотерапия, не химиотерапия, не какие-либо другие варианты, судя по всему, на сегодняшний момент не сопряжены с высоким риском тяжелых осложнений при COVID и при аналогичных ситуациях. Поэтому, если у нас есть пациент, который требует лечения, нам надо смело убрать и лечить, вне зависимости от нынешних историй с COVID связанных. Ну и на сегодняшний момент, к сожалению, ни одно из исследований, ни одно из рекомендаций не содержит каких-либо назначений для использования противовирусных и других препаратов с целью профилактики COVID у наших пациентов. Несмотря на то, что мы понимаем, что наши пациенты имеют риски иммуносупрессии, несмотря на то, что наши пациенты обладают рисками побочных явлений, в том числе связанных с поражением легких, у нас нет никаких данных о том, что назначение противовирусных или антибактериальных препаратов снижает эти риски и позволяет нам избежать больше неприятностей у наших пациентов. Спасибо за внимание.